Ты узнаешь ее, и ты дичь, ее образ на сердце вытечен. Ее называют Железная Леди, всемогущая ВК. Как иначе, ведь более 20 лет ей удается успешно руководить непредсказуемым творческим коллективом. Она смогла маленький кабельный канал, где телевизионный продукт делали, что называется, на коленке, превратить в крупный региональный медиахолдинг с двуязычным телевидением, газетами и сайтом. Она не знает слова «не могу» и «не хочу», «скорее невозможное возможно» – это лозунг, с которым она идет по жизни. Она вечный генератор идей, поражающих своей активностью и энергичностью. В городе очень много ходит байк про Валесну Куприанну и Муранных. Многие ее боятся, многие говорят, что, наверное, страшная женщина, потому что она кричит. И такой есть уже устоявшийся стереотип, что Валес Куприанна – это гром и молния. Но, наверное, без этого грома и молнии, наверное, не было бы от Рара, которому сегодня 23 года. Потому что трудно удержать такой коллектив на плаву, трудно руководить, не будучи человеком болевым, эмоциональным, принимающим решения, как говорят, здесь и сейчас. На производстве Валентины Куприановны под названием «Телевидение» выдерживают немногие. Технологический процесс не останавливается ни на минуту, и желающие спокойной и умиротворенной работы быстро понимают, что не выдерживают темпы работы. Те же, кто проходит Куликовскую школу, а их десятки, быстро взлетают по карьерной лестнице и покоряют телевизионные вершины. В свободный полет своих воспитанников Валентина Куприановна отпускает с грустью. Но ученики понимают, чем обязаны строгой, но справедливой ВК. Лично для меня Валентина Куприановна – это как вторая мама. Потому что все, что я добилась в профессии, и таких, как я, очень много, мы всем обязаны Валентина Куприановне. Потому что была бы она другой, не было бы нас, не было бы такого телевидения, не были бы мы верны своей профессии. И Валентина Куприановна – талант заставляет людей все время чему-то учиться. Валентина Куприановна Куликова не любит лицемерие, отчасти поэтому дни рождения с пафосом не отмечает. Зато для сотрудников телеканала ОТРАР, газет Рабат и Матустык Рабат – день рождения руководителя – момент, когда каждый осознает, что жесткий стиль руководства «Железной леди» – это то, что из работников пера изгоняет лень и заставляет работать для читателей и зрителей.